Всем привет дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Днём Святого Валентина! По такому поводу у меня для вас есть интересный крафт. Вот такая самодельная рамка для фотографий, которую можно использовать в качестве подарка для своей второй половинки. Готовы смотреть? Тогда поехали! Это видео постараюсь сделать очень информативным и подробным, чтобы даже новички смогли повторить такой крафт. Любой проект начинается с шаблона, который можно сделать в специальной программе, а можно срисовать с экрана монитора дедовским способом. Для меня удобен именно второй метод. Не беспокойтесь, для вас я оставил ссылку на готовый шаблон. У меня не было какого-то резона усложнять проект, ведь красота это когда нет ничего лишнего, а не куча бессмысленных узоров, линий и всего такого. Обрезаем всё лишнее на наших листах А4, оставляя только нужное. Ну знаете, экономия места на материале и все дела. Самый быстрый способ перенести рисунок на материал, это приклеить его на ПВА. Желательно какой-нибудь дешманский, всё равно бумагу впоследствии придётся отдирать. Равномерно распределяем клей на пространстве, после чего прикладываем бумагу. Если создаются так называемые бугорки и различные неровности, разглаживаем линейкой. Ну что, клей высох, сейчас мы находимся в мастерской, чтобы начать вырезать составляющие. Просверлим отверстия во внутренних пространствах составляющих и займёмся их выпиливанием. Ах да, я совсем ничего не сказал вам про материал. Это МДФ. Очень похож на ДВП, пользующийся популярностью в изготовлении мебели. Только немного прочнее за счёт лучшего прессования. Лично я покупал его в строительном магазине Стройдвор. Думаю, как вырезать составляющие вы знаете. Электрический, ручной, лобзик, неважно, результат зависит только от вас. Что ж, посмотрим на детали. Первый слой толщиной 6 мм, второй 3 мм, задняя крышка из 8 мм МДФ и, конечно же, подножка шириной 3 мм. Склеивать первый и второй слой рамки будем столярным ПВА-клеем. По качеству он намного превосходит тот, которым мы клеили шаблоны к дереву. Также равномерно размазываем по поверхности кисточкой, а после присоединения слоёв, подождав 5 минут, либо кладём под пресс, либо фиксируем струбцинами. Можно сверлить отверстия. Перед этим обязательно керним отметки чем-нибудь острым и металлическим, например, гвоздём или шилом. Благодаря этому сверло не будет уводить при сверлении. Диаметр сверла, говорить, смысл не вижу, ведь у всех он будет разный и зависит от соединительных винтов, которыми будут скрепляться две части рамки. После всех проделанных операций можно убирать бумагу. Как видите, она легко отсоединяется от МДФ. Если у вас никак не получается оторвать её руками, воспользуйтесь водой. Подержите деталь под краном несколько секунд и сможете без труда отодрать шаблон. Обычно шляпки винтов имеют утолщение с нижней стороны и утопить их не получается. Для этого существует метод зенковки. Подберите сверло, которое будет иметь тот же диаметр, что и шляпки ваших винтов, а затем немного рассверлите уже существующие отверстия. Образуются аккуратные выемки, куда и будут прятаться шляпки. Ну вот рамка собрана, будем её обрабатывать. Начнём, пожалуй, вот с этих сердец. Выжиганием или гравировкой рисуем маленькие сердечки на передней части рамки. Совет для новичков. Если вы раньше никогда таким не занимались и не умеете делать это, лучше не делайте. Испортить рисунок очень просто, а исправить практически нереально. В 99% случаев вырезанные лобзиком детали не будут идеально совпадать. Поэтому убрать перепады поможет гравёр, по-другому бормашинка. Его наличие вовсе не обязательно, просто данный инструмент выравнивает поверхность гораздо быстрее наждачной бумаги. Кстати, о наждачной бумаге. Она понадобится в любом случае, ведь после бормашинки поверхность остаётся не очень аккуратной. Первая наждачка имеет большое зерно и быстро подправит поверхность. Вторая наждачка со средним уровнем зернистости уберёт сарапины, оставленные первой. Ну а третья, мелкозернистая нулёвка, полностью сгладит поверхность и подготовит к покраске. Правда, до покраски нам ещё далековато. Теперь было бы неплохо укрепить составляющие нашей рамки цианакрилатным космофеном или суперклеем. Не обязательная часть работы, но если хотите сделать вашу поделку немного прочнее, то пожалуйста. Не забудьте после данной процедуры снова сгладить поверхность нулёвкой. Результат вам очень понравится, поверьте. А сейчас займёмся конструкцией складной подножки рамки. Покажу вам очень простой способ. Понадобятся две маленькие трубки, чтобы одна продевалась через другую. Даже длину вам скажу. У первой той, что узкая, она составляет 53 мм, а у второй 30 мм. Из бумаги вырежем 4 полоски шириной 1 см для утолщения первой трубки. Для чего всё это вы поймёте. Наносим клей и накручиваем по две полосы с каждого края. После завершения нанесите на торцы суперклей. Бумага станет настолько прочной, что никакие повреждения ей будут ни по чём. Получится должно что-то типа такого. Рисуем место посадки и устанавливаем деталь. Кто-то скажет, что она оторвётся очень быстро. Ну, для этого есть пищевая сода. Нанесите по краям космофен, насыпьте соды и получите долговечное и мегапрочное соединение. Чтобы присоединить саму подножку, нужна выемка под широкую трубку. Круглый напильник, а также бормашинка с узким наждачным валиком вам в помощь. Ну и, собственно говоря, ставим подножку на своё место. Грунтовка будет производиться купленной в мегастрое моющейся краской. Аэрозольный грунт также сгодится. Плюсы именно моего способа в том, что сохнет моющаяся краска быстрее. Наносится кисточкой и не воняет. За те два часа, пока детали рамки сохли, я сходил в салон фотопечати, и мне сделали фотографию по форме рамки. Осталось только обрезать лишнее. В качестве стекла нашей рамки отлично подойдёт прозрачный акрил. В простонародье орок-стекло. Кстати, несмотря на то, что я делал этот подарок на День всех влюблённых, вы можете подарить его своей девушке на любую вашу годовщину, 8 марта, или даже просто так. Настало время красить составляющие. Тут можно пофантазировать и выбрать абсолютно любой оттенок или цвет, но я отталкивался от общепринятого розового. Вот, теперь осталось закрасить вот эти вот маленькие сердечки красным цветом, вот таким вот. И всё, в принципе, покраска будет завершена. Всё зависит от вашего желания, фантазии. Я вот решил именно красным их покрасить. Можно их вообще не красить. В общем, на вкус и цвет, ребят. Собираем нашу рамку. Сначала вставляем 3-х миллиметровое орк-стекло. Затем фотографию. И накрываем всё это дело крышкой. Берём винты и закручиваем их. Получилось очень здорово. Красиво и оригинально. Ребята, на 8 марта вас ждёт ещё один подобный туториал, только подарок будет ещё круче. А пока подписывайтесь, делитесь роликом с друзьями и не забудьте поставить лайк. Ещё раз с праздником! Редактор субтитров А.Сёмкин